Подруги, привет! Сегодня у нас с вами очередной отчет беременности. Сегодня мы с вами поговорим о 20-й неделе моего интересного положения. Обычно даю вам отчеты за несколько недель сразу, но в этот раз решила сделать исключение. Не потому, что эта неделя полна каких-то новых происшествий, но те симптомы, которые на этой неделе случились, они достаточно значимые. Как минимум один из этих симптомов, он меня на самом деле очень сильно напрягает, и не могу сказать, что он мог бы быть отнесенным к какому-то позитивному ходу беременности, но тем не менее, давайте обо всем по порядку. Первое и самое позитивное – это шевеление моего малыша. Я могу с точностью отметить 20-ю неделю как ту неделю, когда я отчетливо, точно и на 100% впервые почувствовала шевеление моего малыша. Ожидала я эти шевеления на самом деле в этой беременности намного раньше, но что поделать, пришлось ждать до 20-й недели, когда я действительно смогла сказать, что да, эти шевеления я чувствую. Причем разница между теми шевелениями, которые я чувствовала впервые в первую беременность, они отличаются, потому что в первый раз они были, во-первых, раньше, и ощущались как такие пузырики, которые просто где-то там в животе у меня летают. В этот раз это уже очень отчетливый и точный пинок, и я знаю, что это действительно ручка или ножка или головушка моего малыша. Пока нет никакого графика этих шевелений, то есть нет никакого времени суток, когда я бы активнее чувствовала эти шевеления, нет никакого, не знаю, может быть, моих каких-то действий, которые бы побудили ребенка шевелиться, ну или, по крайней мере, я еще для себя их не отследила. Точно знаю, что больше я чувствую эти шевеления в тот момент, когда я, может быть, больше устала или когда я, на самом деле, да, когда я поела и когда живот ощущается таким вот прям напряженным, сытым, и когда я вот прям чувствую каждое, каждое, наверное, движение малыша. Ну, неудрено, он все-таки растет, и матка растет, и больше места в моем организме занимает, поэтому для пищеварительной системы места остается намного меньше. И вот я почувствовала пинки своего ребенка, и это очень-очень здорово. Большую улыбку это вызвало и у меня, и у Арса, и я очень рада, что и по движениям и шевелениям своего малыша я могу также отслеживать его активности, не только с фитальным доплером домашним, который мы использовали в прошлый раз, и слушали сердцебиение ребенка, но теперь и шевеления они есть. И, кстати говоря, они вот уже, наверное, третий день, каждый день стабильно я их чувствую. Просто нет никакого, как я уже сказала, графика этих шевелений. Они происходят вот просто в любое время суток, и в целом, ну вот как ему придет в голову. Если говорить о таком менее радостном симптоме, который приключился на этой неделе, это отеки. Я очень сильно напряглась. Почему? После первой беременности у меня были некие сложности с левой ногой. Причем не во время беременности, а уже после родов. Если вспоминать первую свою беременность, то в целом я не особо отекала. Учитывая тот факт, что я в целом склонна к отекам и отекаю всегда. К примеру, если я пойду в спортзал и хотя бы 20 минут быстрым шагом похожу на дорожке, у меня уже руки мои текут, и будет сложно согнуть пальцы. Ну, то есть вот это реакция моего организма. И во время первой беременности, да, у меня ноги отекали, особенно к концу этой беременности, в последние месяцы, но в то же самое время, ну, у меня не было ни гистоза, у меня не было каких-то сумасшедших отеков. То есть я как-то вот была рада, что это все вот так вот умеренно и, в общем, в норме проходило. Арс сделал мне лимфотренирующий массаж, и в общей сложности мы как-то справлялись очень даже хорошо. После родов у меня началась сильно отекать левая нога в зоне щиколотки и стопы. Я посетила несколько реабилитологов, меня тейпировали, мы даже вызывали мануальщика, мне делали ударно-волновую терапию. В общем, пытались эту ногу как-то полечить и что-то с ней вот сделать, и ничего не получалось. Она в любом случае отекала, она очень болела, то есть она мне мешала жить вот прям здорово. И с каждым месяцем после родов это дискомфорт и вот эти болевые ощущения и отек, они были все больше и больше. Также я была у ортопеда, и она сказала, что да, есть нагрузка на левую стопу, прописала мне стельки, но в целом ничего такого. То есть ни причины, ни какого-то там супердиагноза у меня не было, и со временем эта нога просто прошла. И все, она как бы пришла в свое нормальное состояние, и все окей. В этой беременности на 20-й неделе я опять заметила уже с утра, что эта нога у меня отекает. И даже если я день провела дома, никуда не ходила, особо не напрягалась, и большой нагрузки на ноги не было, все равно левая нога вот в зоне щиколотки, она отекает очень и очень, вот прям значительно. То есть есть прям такое, как мешок на этой ноге, на косточке, и я вот как-то смотрю, и я начинаю напрягаться. С одной стороны, я понимаю, что, наверное, это все-таки вот после первых родов связи с, может быть, там изменениями в тазу, в костях, что-то там сместилось, не знаю. Это, наверное, моя сейчас слабая точка, и она будет как бы хромать и во вторую беременность. Если так, то окей, как бы я готова носить там трикотаж компрессионный, оберечь эту ногу, и в целом как-то вот, не знаю, следить за тем, чтобы пить достаточно жидкости, и как-то чтобы эти отеки, ну, за ними, в общем, наблюдать. Если будет необходимость, обратиться там к своему гинекологу, чтобы она прописала какие-то там препараты, ну, там, я не знаю, там, чай, или там какие-то таблетки, которые можно в беременность, для того, чтобы эту воду выводить. Это один вариант. Другой вариант, который меня сильно напрягает, это как бы вот риск того самого гистоза, когда, в общем, находится в моче белок, когда повышенное давление, и в целом гистоз, он очень опасен и для мамы, и для малыша. Такой ситуации, конечно же, не хотелось бы. Пока у нас, ну, вот такого риска, наверное, нет, мы, в общем, достаточно спокойно живем и проживаем мою беременность, но в целом я вот на эту ногу смотрю, и как-то она меня сильно напрягает, и в целом буду в голове держать, что обязательно нужно обратить внимание моего врача на этот момент. Сдала, по-моему, неделю назад и мочу, и кровь, и в целом доктор меня посмотрела. В общем, все в порядке, все в норме, никаких волнений пока нет, и анализы у меня хорошие. Поэтому, как я уже сказала, пока панику не поднимаем, просто следим за тем, чтобы это все было в порядке. Ну и последнее на этой неделе, опять же, позитивное, это покупки. Я добавила к списку своих покупок также раздел уход за ребенком, то есть это гигиена малыша, и сделала свои первые покупки. Что же у нас появилось в нашем арсенале? Первая – это ванночки от компании Манчкин, то есть первая ванночка – горка, которая будет нам служить в первые месяцы беременности. Вторая ванночка – это ванночка, которая уже, наверное, шестого месяца жизни, ну или, по крайней мере, когда малыш сам сядет и будет способен уже автономно сидеть и купаться уже в такой более взрослой ванночке. Потом у нас появилась парочка полотенец и весы. И сейчас буду рассказывать по очереди, что я выбрала, почему выбрала и что же особенного именно в этих продуктах. И надеюсь, что тем мамочкам, которые уже родили или которые вместе со мной беременны, вот именно эти рекомендации или варианты, или, в принципе, мой выбор продуктов для ухода за малышом, они будут полезными. Значит, первое – это ванночки. В этом случае я выбрала ванночки компании Манчкин. Они отличаются от тех, которые я выбирала в прошлый раз. В прошлый раз у меня была горка от Angel Care, которой мы, на самом деле, пользовались, по-моему, вплоть до года даже жизни моего ребенка. То есть, эта ванночка-горка, она просто великолепная. Ее ты помещаешь в большую ванну, и ребенку купать в ней очень и очень удобно. Ее мы любим по сей день, и она у нас также до сих пор есть. И ее буду я оставлять в Санкт-Петербурге, а в Ригу уже ко времени родов и на первом месте жизни малыша я заберу вот эту новую манчкин. Что же мне в ней понравилось и почему я решила, в принципе, ее попробовать? Просто потому, что она по своим функциям очень сильно напоминает горку Angel Care. И что особенно в этой ванночке, что в ней есть специальная вставка снизу, которая позволяет удобно слить воду. То есть, этой горкой я могу пользоваться не только в большой ванне, но, например, ее поместить на столешницу на кухне возле раковины. И очень удобно малыша с леечки поливать, и вода будет стихать прямо в раковину. Это очень-очень удобно и здорово. Мне не обязательно я должна ребенка вот прям с рождения купать в большой ванне. Также вот здесь посередине силиконовая вставка. Она очень удобная, очень приятная на ощупь. И ребенку в ней с точки зрения эргономики будет удобно находиться, как я уже сказала, с первых дней рождения. Плюс ко всему, все материалы очень чистые, безопасные, без химикатов или каких-то вредных красителей. Поэтому эта ванночка, она для ребенка также безопасна с точки зрения здоровья. Конечно же, без БПА. Также снизу здесь расположены специальные силиконовые ножки, которые позволят эту ванночку стабильно поместить на столешницу, и она не будет никуда сдвигаться. Вторая ванночка. Эта ванночка уже для малыша постарше. И что мне в ней понравилось, она очень глубокая и удобная. На дне этой ванночки есть специальная вставка, которая позволит ребенку сидеть стабильно и попе не скользить по дну этой ванны. Также здесь посередине есть специальный валик, который также позволит ребенку очень стабильно и удобно сидеть и оставаться на месте. И для удобства мамы здесь также есть слив. То есть эта ванночка прекрасно будет служить в любом помещении дома, не только в ванной комнате. И я спокойно смогу ее поднять, поставить ее либо над раковиной на кухне, либо над ванной или раковиной в ванной комнате. И слить эту воду очень-очень удобно. И также ребенку будет очень комфортно, поскольку этот материал достаточно теплый, и у него не будет ощущения, что он спинка касается холодного материала. Ну, например, как это могло бы произойти в металлической ванне. И, конечно же, купание малыша не может обойтись без самых мягких и приятных, комфортных полотенец. С Рэмом я пользовалась разными полотенцами, в том числе и полотенцами Эллади, и от них в большом-большом восторге. Поэтому для своего второго малыша я в этот раз выбрала также одно полотенце от Эллади. Это их новая коллекция, и здесь вот такая вот прекрасная нежно-зеленого оттенка, пастельного такого зеленого оттенка, мышка с ушками, которая будет согревать моего малыша после его купания. Это полотенце идеально подходит как для младенцев, так и для детей постарше. Как я уже сказала, до сих пор с моим старшим сыном мы пользуемся этими полотенцами, ему уже два года. Оно очень мягкое и приятное снаружи и махровое изнутри. Очень хорошо впитывает воду, и, конечно же, нельзя не обратить внимание на прекрасный дизайн и внешний вид этого полотенца. Второе полотенце, которое я выбрала, это полотенце от компании Alant. Оно махровое с уголочком и называется «Медвежонок». Размеры 90 на 90 и состав 100% хлопок. Очень приятное мягкое полотенце белого цвета с рисунком замечательного медвежонка, который комфортно спит себе на облачке. И последняя вещь, которую в этот раз я приобрела, сразу скажу, что с Рэмом я ее не покупала, просто потому что не знала, что она мне понадобится, это весы. В этом случае я выбрала компанию Агу и их умные весы два в одном. Что мне особо понравилось в этих весах? Во-первых, потому что эти весы умные. Здесь можно использовать приложение на телефоне и управлять этими весами, сохранять всю информацию на свой телефон, для того, чтобы каждый раз, когда я прихожу к доктору, я могла с точностью дать все данные ребенка. И второе, здесь есть ростомер. То есть я смогу измерять рост малыша в любой момент дома и наблюдать за тем, как он растет. И что является большим плюсом этих весов? Что, во-первых, эти весы работают от батареек, то есть необязательно их подключать к проводу. Идеально эти весы подходят как для младенцев, так и для более старших детей. И здесь есть функция ТАР. Это означает, что можно отнять, например, вес подгузника или вес одежды и с точностью измерить вес самого малыша. Почему эти весы для меня стали столь важными в этот раз? Когда родился Рэм, я, как уже сказала, весов у меня не было. И каждую неделю, вот первые, наверное, 3 или 2 месяца жизни своего малыша, я каждую неделю ездила к доктору, к педиатру. По вторникам, по-моему, это было. Это был день здоровых малышей. Для того, чтобы его взвешивать, измерять и наблюдать за тем, как он набирает вес. И следить за тем, хватает ли у меня грудного молока и все ли у нас затем в порядке. Потом, когда мы вернулись в Санкт-Петербург, такой возможности уже не было. Каждую неделю посещать своего педиатра, поскольку здесь передвижение все намного сложнее, чем в Риге. Мы арендовали весы. Особенно это важно было после нашего, наверное, посещения 3 месяцев педиатра. Когда он сказал, что ребенок не набирает вес, следовательно, у нас проблемы с грудным скармливанием и нам нужно какие-то меры предпринимать. И потом, пару месяцев точно, я арендовала весы, чтобы дома его взвешивать, наблюдать за прибавкой веса и следить очень пристально за тем, чтобы в этом вопросе все было в порядке. В этот раз я решила ничего не арендовать, купить вот эти смарт-весы 2 в 1 с ростомером. И, в общем, самой брать ситуацию в свои руки и спокойно, без какого-либо стресса, наблюдать за ростом своего ребенка и прибавкой его веса. Я думаю, это будет очень-очень нужной и в целом очень удачной покупкой в нашем доме. Ну вот такие вот новости и покупки у нас на 20-й неделе беременности. Желаю вам, подруги мои, доброго дня. Увидимся с вами на следующей неделе. Это уже 21-я неделя. Танос ожидает второй большой скрининг и тесты УЗИ моего малыша. Поэтому я уверена, что будет вам о чем рассказать. Ну и, конечно же, буду держать вас в курсе, как дела у меня с отеками, как дела у меня с ногой и все ли с ней в порядке. Но на сегодня желаю вам еще раз доброго дня и говорю вам пока!